Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня наша программа, которая проходит, как вы знаете, 22 марта, очень значительно для нас, друзей и близких, совершенно прекрасного человека, изумительного актера, заслуженного артиста РСФСР Эрнеста Зорина. Вот он ушел именно 22 марта. Эта программа готовилась долго. И сегодня мы максимально хотели представить вам его жизнь, жизнь настоящего актера, потому что он жил исключительно театром и сохранял эту любовь к театру и преданность до последних дней. И почему я все время говорю «мы»? Потому что сегодня в студии у нас его замечательная жена Людмила Зорин. Людочка, здрасте! И наш друг общий и прекрасный актер, которого и режиссер, которого вы тоже прекрасно знаете, Лев Котляр. Его слово «Блинком» всем знаком, по-моему. Не только благодаря прекрасным спектаклям, но и всей той деятельности, которой под руководством Лева занималась эта компания. Поэтому я вас приветствую и сразу хочу поблагодарить за ту работу, которую мы сделали, вы в основном сделали, и которую мы сегодня должны представить на суд наших зрителей. Но я думаю, это будет, конечно, не суд. Это неправильное слово. Я очень хочу, чтобы вы узнали, те, кто не знают, и полюбили, как мы любим, Эрика Зорина. И я хотел бы, чтобы сейчас первая фотография. Я попрошу нашего режиссера Юру, который тоже прекрасный актер и тоже дружил с Эриком. И вот его фотография. Он был очень позантным мужчиной, красивым, представительным, высоким. И главное, обладал, вы знаете, какой-то необыкновенной харизмой. Потому что вот такая мощь в нем была, что когда ты начинался с ним общаться, ты как-то подпадал под эту вот доминанту его. И я, при этом, человек не слабый по энергетике, но даже я всегда, так сказать, общаясь с ним, немножко рабела. Хотя у нас были прекрасные отношения, и я очень ценила его отношение к себе. А уж мой восторг по отношению к нему был всегда, не знал границ. Поэтому, друзья мои, мы начнем с детства. Понемножку будем идти по стопам жизни Эрнеста Зорина. И я хочу, чтобы вы увидели первую фотографию детскую. Вот, Эрик с мамой. И вторая фотография, где он с двумя девочками. Надо сказать, что Эрик в силу, так сказать, своего сильного и мощного мужского начала очень любил женщин. Женщины его обожали. И, наверное, вот эта фотография иллюстрирует уже такую любовь к женскому полу, наверное, с детства. Ну, может, поэтому у него три дочки. Но, Людочка, я, конечно, хочу начать с вас. И сказать, прежде всего, вам, что в этот знаменательный день я очень благодарна, что вы пришли. И вот все то, что вы нам рассказывали, как мы делали эту программу, для нас это большое счастье. И, конечно, я хотел бы, чтобы вы были основным консультантом у нас сегодня. Потому что мы не владеем всей той информацией, которую для меня, например, я узнала Эрика здесь. А вы, естественно, знаете о нем все. Поэтому буквально несколько слов о его детских годах. Они тоже были, его родители тоже была какая-то совсем нетипичная какая-то история. Да, действительно, спасибо, Семечка. Отец Эрика уехал, то есть, скорее, его отправили родители в 14 лет учиться в Америку. Сами родители эмигрировали в Харбин. И, отучившись в Америке, отец, Петр, приехал к родителям в Харбин. Но, к сожалению, дальше он решил, что он должен вернуться в Советский Союз. На волне этого энтузиазма. Да, строить, помогать строить социализм. И в 1935 году он вернулся. Познакомился с Фаиной Факторович. И женился в 37-м в апреле. Родился Эрик. Годик был хороший. Да. А уже в сентябре 37-го года Петра арестовали. И расстреляли в декабре 37-го года. Наверное, как иностранного шпиона. Как японского шпиона. Даже как японского. Да. И Эрик отца, естественно, никогда не видел, не знал. А бабушка и дедушка потом уехали в Израиль. Людочка, вот у меня такое ощущение, знаете, что артист рождается артистом. Я все же 15 лет была в театре. И за все годы моего детских и потом юношеских взрослых увлечений, и вся моя последующая жизнь, она подтверждает, что актером человек должен родиться. И мне кажется, что Эрик, наверное, родился актером. Потому что он, я так понимаю, хотел быть артистом, и он поступил в Щукинское училище. Вахтанговское знаменитое. Да, Сима, вы абсолютно правы, да. Он в детстве очень часто бывал в доме его тети, сестры, мамы, Анны Моисеевны Хенкиной. Это знаменитая фамилия? Да, совершенно верно. В этом доме постоянно бывал двоюродный брат Владимир Яковлевич Хенкин. И, конечно, Эрик постоянно присутствовал при всех разговорах, рассказах. И на самом деле, я думаю, что это повлияло на него и очень помогло ему, в конце концов, поступить в Щукинское училище. У него была такая органика, правда, Левочка? Невероятная. Вот ты, который играл с ним и, так сказать, знаешь его, ты прекрасно, наверное, это чувствовал. Потому что ты тоже обладаешь этой органикой. Это вот это природное, необъяснимое на словах чувство сцены, мгновенного перерождения в образ. А вообще все его человеческие качества были переплетены с профессиональными, потому что вся жизнь его была направлена на театр. И все, что было, вот эта палитра его человеческих качеств жизненная, она вливалась в его профессиональную деятельность. И отсюда вот эта органика, он из себя все это, он 24 часа в сутки занимался театром. Абсолютно. Днем и ночью, как тут ученый. Да, это мы прохали. Но я хотела бы сказать, что вот, закончив, мне кажется, что Щукинское училище и Вахтанговская школа очень попали на Эрика по его характеру. Может, я не права, Люда? Правда, абсолютно. Мне кажется, вот это желание, знаете, внутри образа уже что-то придумать, бесконечная импровизация, на которой основан вообще этот метод Вахтанговский, и невероятная дерзость, и невероятный юмор, сарказм. Все, что в Эрике было в жизни, вот это он так правильно попал в это училище, и в Вахтанговский театр. Я хотела бы, чтобы сейчас нам показали фрагмент из, конечно, значимой постановки Евгения Вахтангова «Принцессы Турандот», в которой Эрик играл Труфальдина, это главный евнух, начальник гарема. И вот эти четыре маски... Тоже не случайно. Да, что он возглавлял гарем. И вот эти четыре маски, это театр Дель Арте, который определяют, как бы, и комментируют. Они всегда были импровизационными, они все комментировали по поводу сегодняшних событий. И мне посчастливилось видеть его на сцене Вахтанговского театра. Я просто не была с ним знакома тогда, но вы сейчас это увидите. Представление сказки Карла Горджи, принцесса Турандот, начинается! Позвольте представиться! Тарталья! Пульсалоны! Придела! Труппальдино! Удыграть род начальника Евгения! Горемовский! Девчонки! Дурандот! Пара! Подожди, меня не пугать! Предела народ требует! А чего он требует? Чего ему не хватает? Врака! Чего? Врака! Да перестань ты! Врака у нас вполне достаточно! Ой! Предела, он требует врака совсем в другом смысле! Какого? Ну, в смысле... Я другому отдана! И никаких воздей! Подожди, ну что ты мне хочешь сказать? Чтоб прибыл новый принц и требует руки и сердца принцессы Турандот! Придела! Приближается император! Придстанелье! Каски! Карлогодзи! Принцесса Турандот! Окончено! Ну, вот эту атмосферу, конечно, вы почувствовали! Это, конечно, спектакль! Я его, наверное, раза три смотрела! Он просто праздничный! Вы, конечно, узнали эти четыре маски, кто их играет! Там и Юрий Яковлев, и Михаил Ульянов, и, конечно, Эрн Зорин! Но просто надо сказать, что эту роль Труфальдина вообще играл Рубел Симонов, вообще, поначалу! 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 У Ахтангова, да! И, конечно, это было все очень значимо! Но я думаю, что мы сейчас попросим Юру, чтобы он показывал фотографии театральные! Вот у нас возникла афиша 50-летия этого спектакля! Но вот просто мы будем немножко поговорим про театр, но пусть вот Юра покажет нам какие-то фотографии! Но, Света, ой, Людочка, что я вдруг вспомнила? Человек, который будет у нас сейчас! Людочка, а вот скажите мне, пожалуйста, вот карьера и, так сказать, жизнь в театре для него была органичной? Он шел вверх, он играл главные роли? Да, да, очень успешно! Ну, может быть, не главные роли, но, во всяком случае, у него... Человек с ружьем у нас, да? Да, миллионерша, да! Миллионерша с Юлей Борисовой, а это с Сульяновым Ричард Третий, да! И он получил звание заслуженного артиста РСФСР! Так что все было вполне... Ну, я помню, он рассказывал, Лев, и ты, конечно, тоже свидетель, как он замечательно рассказывал байки эти его, как они выезжали на гастроли, все эти розыгрыши, что они вообще устраивали! И это, конечно, я понимаю, что Эрик в этом принимал активнейшее участие! Безусловно, и он был одним из самых молодых там, среди этих масок четверых, он был действительно самый молодой, и рядом с такими мастерами он работал, я его спрашивал, как тебе, они же корифи, как рядом с корифеями такими? Он говорит, ты знаешь, я этого не чувствовал, потому что они настолько помогали, с ними всегда настолько было интересно, что там не чувствовалось, кто молодой, кто корифей, всегда друг друга потрунивали, разыгрывали! Ну, у нас, к счастью, есть одно видео, где выступает Людмила Максакова, она совершенно замечательно говорит об Эрике, давайте послушаем! Эрик, ну, нет, мальчик, ну, дорогой, мы, когда я пришла в Сеатр-Васад, он поступил, что, значит, ну, как всегда, кому примкнуть, кто, чего, непонятно, и, как ни странно, два человека меня приняли в свою компанию, Эрик и Вася! Ну, вот для меня первое восприятие театра было связано именно почему-то с тобой, вот своей добротой какой-то, совершенной бескорыстностью и с такой влюбленностью в театр Васянгова, ты для меня это было именно воплощение вот этой безоглядной любви к тяжему! Мы, люди театра, мы останемся всегда такими, какие мы есть, с этой любовью, с этим другим четвертым или там пятым или шестым измерением, все равно мы не такие, как все, чтобы о нас не говорили, и поэтому вот такой пламенной и необыкновенной любви люди театра учатся друг от друга, и я научилась этой любви от себя, понимаешь? Я тебя благодарю за это, и я всегда буду помнить то, что ты однажды сделал еще с этой дыма. Я как-то иди кушу. Красиво! Красиво! Ну вот, как замечательно, ну, правда? Людмила Максакова, я с ней знакома была, она такой трудный достаточно человек, если она говорит такие слова. Да, она редко о ком. О ком хорошо говорила, да. Она была очень язвительная, ну, в то время, когда я ее знала, но неважно. Но мы должны, конечно, обязательно сказать о потрясающем спектакле. Вот у нас есть афиша, это даже не афиша, это театральная жизнь, обложка, кот в сапогах. В общем, по признанию критики и зрителей, этот спектакль и Эрик считался лучшим котом в сапогах в Советском Союзе. Понятно, что эту пьесу ставили миллионы театров, но он получил признание, и вы сейчас это увидите. Вот мы, у нас есть небольшой фрагмент, и вы увидите, какая пластичность, какая органика, какой юмор. Давайте посмотрим. Так похожим на человека. Ну да. Страшно. Субтитры делал DimaTorzok Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Узнаете, узнаете, это я С добрым утром, с добрым утречком, друзья Узнаете, узнаете, это я Ну вот только улыбка не сходит с лица, когда мы это смотрим Представляете, как зал на это реагировал, да, Лёточка? Попасть на спектакль было очень сложно Да Потрясающий вот этот вот заряд, да? Но я хотела бы спросить, прежде чем мы уйдем на вторую часть, я хотела бы спросить про кино Ведь, как сказать, вот у меня есть список, предположим, его фильмов, но как-то вот, наверное, все же такого звездного, звездной кинокарьеры у него не получилось Как-то он все же был очень театральным, наверное, актером, да? Да, но дело все в том, что, кроме того, он очень много выступал на эстраде И они делали номера с Юрием Волынцевым очень много Они объездили практически весь Советский Союз Ну, он вообще даже такой, вот я его вижу в этой роли Концертных номера Да, 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 и поэтому он действительно снимался в нескольких фильмах, но кроме этого он снимался в телевизионных постановках Очень много постановок Да, да, вот здесь у меня написано, да, что и «Миллионерша», и «Конармия», и «Цеса Турадон», и «Вече старинных русских романсов» Ой, выдавили, извините Да, и «Концапага», к счастью, это было все записано Но мы хотели бы, друзья мои, показать вам два фрагмента Но сначала мы уйдем на рекламу Наше время, так сказать, летит невероятно быстро Попробуем все же вместиться Оставайтесь с нами